К первому сентября в поселке Благодатный готовились как к большой ревизии. В первый день осени по указу президента дома для погорельцев должны были быть сданы. И не только дома, но и вся инфраструктура. На торжественную сдачу поселка ждали самого Владимира Путина и полпреда Николая Рогожкина. Высоким гостям хотели показать все в лучшем виде. Правда, торопились не на шутку. Местные говорят, асфальт клали прямо на песок без необходимой подготовки. Результат не заставил себя ждать. Буквально через два дня пошли трещины. Асфальт ковыряет, я говорю, ребята, а в чем дело? Они говорят, а вот заказчик недоволен и мы будем переделывать. Ну, как бы есть было, вот потресканно. У меня я сильно больших претензий не было. Спешили, хотели как бы сделать как лучше получилось. Всегда. А получилось так, что накануне зимы пришлось снимать асфальтовые декорации. Тяжелая техника буквально за день убрала покрытие. Но в службе единого заказчика, которая курировала работы в поселке, успокоили. Песчаная дорога – явление временное. Асфальт был положен нормально, но из-за того, что сроки были сжатые, получились просадки. Верхний слой, где пошли трещины, подрядчик снимает и заново будет укладывать асфальт. В течение недели, я думаю, работы должны завершиться. Другой вопрос, в какую сумму обойдется повторная укладка асфальта. По самым скромным подсчетам, речь идет примерно о 600 тысячах рублей. И хочется верить, что затраты на ремонт полностью возьмет на себя подрядчик. Мария Машанова, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ.